Тот самый снеговик-почтовик из советского мультфильма ожил на сцене Центра культуры и молодёжной политики и начал своё приключение в поисках Деда Мороза. Пройти долгий и тернистый путь, а главное – сохранить письмо в целости и не отдать его хитрым сказочным героям – было нелегко. И всё ради детей, которые хотели получить на Новый год большую и пушистую ёлочку. – Здравствуй, Дедушка Мороза. Меня, значит, вылепили и сказали, чтоб я вам это отнёс. Как там его? Письмо. – А эти вот письмо. – Вот носили. – Рррр, я беды. Как и положено каждой сказке, добро победило. И пушистая зелёная красавица была доставлена на главный праздник вовремя. После театрализованного выступления все сказочные герои вместе с маленькими зрителями отправились водить хоровод вокруг ёлочки. Подготовились и дети. Они пришли нарядные и с выученными стихотворениями. Буратино, снежинки, принцессы – кого только не было на новогоднем утреннике. А родители считают, что чем больше праздников, тем лучше. – Предела нет. Сыну 8 лет, ему весело, мне тоже интересно. Он у меня в семье третий. Ну, не знаю, Новый год – это всегда волшебство даже для взрослого человека. – Детям даёт ощущение праздника в первую очередь. Посещать много тоже не надо. Два-три утренника достаточно. Представление хорошее сделали. И детям понравилось. В восторге. Моя внучка здесь в восторге была. Такие добрые сказки – дело рук сотрудников Центра культуры и молодёжной политики совместно с волонтёрами города. Благодаря им у детей появляется праздничное настроение и вера в самое настоящее новогоднее волшебство. – Дорогие жители нашего города, мы вас все поздравляем с наступающим Новым годом!